доброе утро всем я уже дома вчера хотела замутить фланг но у меня не закончился сахар и в общем мужу сказала вчера мне сахар купил и сейчас буду сейчас мутить так как у меня еда готова поэтому сахар 2 килограмма купил чтобы наверняка о чем вчера же сестры был племянница мне передала варенье из айвы вот муж говорит сто процентов без сахара без всего потому что племянница тоже постоянно худеет без сахара с сахаром да еще и сколько но вкусная у меня еще с прошлого года осталось остался мармелад а вот муж говорит я не стал я говорю что у нас полный холодильник этого мармелада хочу обижать человека ягра неси кстати вкусный на тосты самое нормальное вот а пока буду достала уже пароварку потому что флан я готовлю в пароварке вот пока сейчас отсюда прилеплю на свое любимое место мне нравится что вы там сидите и ракурс у меня такой красивый всегда снимать нужно себя сверху вниз и расскажу знаете о чем просто я что-то так подумала вчера один был комментарий что типа продум когда я рассказывала что мой дом не там где а вот где мне хорошо и кто-то сказал там что типа я выбрала сама выбрала испанию такая деловая ли это поля сама выбрала испанию живу так и испанию я не выбирала я об этом уже рассказывала в этом у меня есть два видео обо мне знакомства не знаю смотрели вы его не смотрели ставьте пальчики лайк вверх и пишите в комментариях смотрели вы или его нет одно значит моя жизнь в россии я там рассказываю о моей жизни россии и второе о моей жизни в испании как раз там я и рассказываю как я при попала в испании и почему я вообще сюда попала ладно мы же сказали что будем так пять яиц в общем а дело все в том я даже не буду рассказывать вам не о том как я попала в испанию о том из за какой из что за причина была вообще куда-то уехать а причина была банальная квартирный вопрос вот так сахар не знаю как сейчас в москве я жила до приезда сюда в московской области это ближайшая подмосковье город видное это буквально 15 километров от амкада ну это вообще он такой город уже разросся я вот в декабре я взял в россию и вообще уже не поймешь где москва где видно и в общем там жесть везде кровь и все кровь и все кругом но тогда 17 лет назад вот я жила в видном и нужно тут сосредоточиться и в общем жила в видном снимала комнаты работала в магазине вообще мне магазине работать очень очень нравится это мое я очень люблю общение с людьми поэтому хотя бы учился на бухгалтера поэтому все что связано сфера услуг обслуг как хотите это вот все моем такое я работала в магазине и снимала комнаты на квартире естественно но не то что не было денег я зарабатывала хорошо очень даже хорошо в те времена вот просто мне было жалко тратить деньги на квартиру да и тем более я знаете как работала можно сказать приходила домой только спать и снимали мы комнату мы потому что я когда приехала в москву жила с сестрой мы переехали в москву вот и но было нормально когда вот с сестрой нормально когда вот я одна осталась там вот знаете как вот в испании в россии в те времена из комнаты тебя могли попросить когда вот хозяин захочется заблагорассудится тогда он тебя мог и попросить то есть он сегодня встал с плохим настроением говорит ты мне не понравилось все уходи еще себе другое жилье и дают тебе один день всего на это никакой вообще не было уверенности что ты можешь жить нормально не говоря там не было никаких контрактов или что то здесь вот знаете когда ты снимаешь жилье это жилье во время съема оно твое не имеет права сюда зайти ни хозяин ни вообще никто если ты снимаешь квартиру и никакой хозяин в твою квартиру не имеет права зайти это вообще подсудное как бы дело делается контракт в котором оговаривается до какого времени живете есть конечно моменты когда мы вас могут попросить они тоже указаны в контракте вот у нас даже знаете у знакомого в общем вот эта вот пандемия он в гранате снимал комнату вот он этот студент и вот когда началась первое когда начал начался эта корона он значит естественно приехал успел домой и вот два месяца сидел дома когда он приехал в гранату в свою комнату он увидел что его вещи стоят в мешках там что-то в общем там делают ремонт он подал в суд на этого на владельца потому что владелец не имел права зайти в комнату даже если там владелец знать ну вас же не было вот мы решили покрасить он не имел права это делать он не имел права трогать вещи вот жильцов и вот они сейчас судятся и сто процентов этот студент выиграет суд потому что вот да так в те времена в москве не было вообще никакой уверенности вот ты сегодня живешь завтра тебя могли попросить и вот сейчас расскажу такие вот самые которые у меня моменты перед отъездом в испанию когда вот как я жила в комнатах вообще оба вы обычно комнаты сдают бабушки да вот которых вот они на пенсии им нужен какой-то доход вот и они и общение также вот и они сдают эти значит комнаты не так просто было найти мы помню давали объявления в газету и по радио и сами стали и не было так просто вот взять и найти там это жилье и вот вам расскажу несколько которые вот самые запоминающиеся снимала один раз вот жилье я у одной бабушки тоже вот она во первых там мужчин не водить не пить не курить там чуть ли знаете вообще дома не жить ну в принципе у меня так и получилось кроме как не курить я курила в те времена вот и но это вообще она даже не поняла курил я курила и в общем жила там жила наверное месяц через месяц вот так вот и она такая посмотрела на меня и такая все ты мне не нравишься ищи другое жилье даю тебе три дня три дня на улице осень глубокая знаете я чем не понравилось ей нужно было общая общение общение с ней нужно было общаться а то есть нужна была сиделка ей но чтобы еще и платили в общем такие вот хитрожопые да были люди а вот так хочу у меня одной не хватает ну естественно это не могут не мой случай это не хватает вот потому что я работала с 12 до 12 ночи по когда мы приходила было около часа уходила в 9 утра к 9 утра да и вообще чуть не буду общаться все за три дня ищи ищи свищи иди куда хочешь в общем схватилась за голову пошла искать куда куда что найти вот сейчас уже точно не помню чего почем и как что за следом было потом вот еще одна квартира была это вообще кошмар на улице вязов я даже по щас как если во сне мне приснится то меня в дрожь вот такой вот почему я с дрожью вспоминаю те времена значит сняла квартиру быстро а там уже знаете когда тебя за три дня выгоняют то есть выбирать не приходится и значит квартира да я там уже пришла мне уже пофиг было где лишь бы где-нибудь спать квартира трехкомнатная ну как вот говорят в россии да две спальни и зал вот зал был мой проходной естественно на в одной комнате же жила пара вот они хозяева молодые у них ребенку было два или три годика другой комнате какая-то женщина я даже не успела ее и не то что видеть вообще ничего и вот значит мои баулы меня там уже и и вещи появились и что-то еще и в общем знаете я опять ночью только там это я когда когда вот такая ситуация мне блин хоть бы на работе даже жить вот и приходит в общем на кухне я там я там жила наверное недели две максимум на кухне общение было в ванной там вообще была жесть такая я человек очень знаете какой гребую всем мне вот противно и я там мылась не знаю как это мылась в общем все мне было противно вот и я еще что помню значит там был такой диван вот на котором я спала и вот значит сплю я сплю да и открывая глаза и вижу перед собой ребенка вот их их до ребенок 23 года он на меня смотрит и вот играется в моей комнате знаете вот он заходит там вот в этом зале все время торчал играл там то есть моя комната была из нее бабки заплатила там вот знаете мало того что женщина какая-то проходит но ей в свою комнату надо как за те у нее причем был замок и все и в зале вот значит они проводили время в моем зале но это все фигня я как-то прихожу в первом часу ночи домой да и слышу прям такие стоны там кексом занимаются боже а я сплю очень чутко и вот этот вот у них кекс под телевизор был целую ночь а у них знаете дверь такая была и вот где замок вы видимо вытащили что вот такая дырища была в общем там все слышно было ой вот это я помню как я блин знаете на следующий день опять убегать из этой квартиры ну его нафиг и вот я так устала вот искать эти квартиры так я задолбалась снимать вот никакой уверенности у меня уже какая-то знаете депрессняк на меня начинал нападать что блин вот к работа нормально все нравится ну блин жить вообще вот так не на невыносимо лучше знаете как снимать вот квартиру полностью либо с твоими подругами либо вот с твоим и вот кстати потом мы сняли смотри приехала моя двоюродная сестра тоже в москву мы сняли с ней тоже комнату но здесь уже более-менее попалась нормальная комната потому что там хозяева не жили но это комната квартира была как бы под ремонтом да то есть там ну так главное что не было почти никогда это все равно можешь прийти домой а у тебя там как говорится то ли гости то ли еще что-то и вот я так устала от вот этих всех квартир я так задолбалась искать вот это все я так вообще и вот потом у меня сестра тоже у нас в москве жила и живет и вот у нее подруга была и есть тоже вот и значит она такая вот там это моя подруга уезжает в испанию ля-ля-ля тополя у нее там сестра она замуж выходит и я такая знаете чик такая думаю блин уезжает и я такая подумала мне прям так загорелась и вот я такая что надо сделать чтобы с ней улететь говорю на нормальный человек но она мне рассказала что за человек там ля-ля-ля вот какой человек я говорю она меня с собой возьмет она ну давай я с ней поговорю говорю поговори пожалуйста потому что вот я именно устала эмоционально вот я вот это вот переезды вот эти вот квартиры никакой уверенности что тебя блин выгонят а у меня уже знаете была и машинка малютка и телевизор да и вообще вот это вот сегодня живешь завтра тебя попросят это это вот я сейчас вспоминаю у меня прям я не знаю как я так жила представляете на улице оказаться зима а ты на улице трындец и вот значит и вот так поэтому я приехал в испанию просто вот подруга моей сестры поехал в тот момент поехала бы она в англию я бы в англию поехал поехала бы она в германию я бы в германию не просто загорелась мне хотелось куда-то уехать потому что я слышал что вот в европе там с жильем намного все лучше нет такого что здесь могут выгнать когда ты хочешь и все поехала я в этот в посольство сделала себе визу и буквально через два месяца наверное я уже оказалась в испании вот так поэтому я вот уехала просто отдал я эти два месяца пахала как лошадь без выходных беспроводных у меня была сменщица девочка с украины я говорю хочешь смотайся там на родину такая дамая куда его вижу на два месяца и вот я представляете работала как лошадь заработала на карт ну я же знала что я тут мне я хотела до лета приехать я в ноябре приехала в россии в испанию я хотела ну побыть до лета я на море никогда не было посмотреть на море вот именно знаете я мечтала чтобы снять квартиру на берегу моря и вот так вот но на это естественно все деньги нужны были в общем так все и получилось так что вот так друзья это испания выбрала меня а я испанию ни капельки об этом не жале хотя хрена узнать я же других местах то не жила в других странах может быть может быть там в германии или нет нет но я всегда я да больше даже нет я много раз вам говорила что когда буду старенькой я полгода буду жить в россии зимой потому что я очень люблю снег а летом буду жить в испании том что я очень люблю море такие вот у меня планы на мою старость надеюсь заработаю что-нибудь на пенсию на свою и буду жить не тужить вот такие вот дела вот так я оказалась но если вам интересно продолжение то смотрите мое видео мою жизнь в испании там я рассказываю что почему так где мы оказались кстати сразу с самолета попали мне не сразу но на свадьбе испанской погуляли а я знаете что с этой свадьбы помню единственное что мне в ресторане принесли кусок мяса вот этот вот антрикот или там до классные я его разрезаю там кровь сочится и я вот сижу я же языка то не бени-мени кукареку на хрен он мне нужен был да сижу смотрю на это мясо все лопают а я с кровью вообще не люблю я на него смотрю и так это ну подруга такая ты что ешь и крытка живое здесь такое едят их ну пусть едят а я-то я-то не ем такое и что это очень вкусно игр может быть но она же живое потом не его доготовили досидели все ели десерт а я все с этим мясом я уже думаю блин нахуй ели бы они ели фиг с ним вот так вот все разливаю смотрите как здорово с вами поболтал и флан сделала шикардос ну что понравился вам мой рассказ были у вас тоже такие случаи с квартирным вопросом это просто я правда сейчас вспоминаю мне прям мой так страшно надеюсь что сейчас все получше делают какие-то контракты и есть какая-то уверенность что тебя не попросят блин мой обед без супа никуда и не туда и не сюда и говядинка боже как она пахнет с грибочками очень вкусно флан уже готов вот ему осталось только остывать что устал все по плану у нас по плану сегодня на улице прям даже знаете прохладно я была без носок сегодня и меня замерзли ноги на работе везде дома солнца нет и как-то прям холодная мерзлячка хотя показывает дома 25 градусов на улице 29 какой-то вот свежий такой ветерок знаете в общем я иду к бухгалтеру вот пройдусь по магазинам посмотрю куплю стерию и чай там есть и тропический вкусный чай такой обалденный что-то вот тут на них вспомнила о нем и зайду сейчас куплю про магазином прошли прошман дуюсь вот а чарли остался дома с мужем остался сегодня без прогулки пасмурно непонятно ну да ладно такая погода мне тоже нравится так сегодня выгляжу моя розовая сумка такой цвет приятный хотя на видео как-то как как это лососевый цвет иду между домами покороче чтобы сократить путь так что так вот и вы сейчас прогуляетесь по магазинам можете какие витрины красивые интересные посмотрим уже подумываю подстричь сама себя тут вот сбоку сзади может быть на следующей неделе сооружу какого-то и 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 кафешка какая-то новая открылась а где сама кафешку столики вижу а он там ты сколько я времени здесь не ходил этот магазин инкуентру кстати хороший магазин кого размеры такие знаете большие и и я там раньше классные вещички покупал да и сейчас можно найти тоже всякое всякого интересного но я туда не буду ходить потому что было везде это просто кому там это кто хочет что-то купить в основном как-то прямо это вот обувь это моя болезнь обувь и сумки все трусы трусы тоже люблю левчики вот тут еще тоже все по 10 продают еще с подругой приобрели уже здесь посмотрим что тут осталось надо побрызгаться . кстати смотрите прикольные какие интересные до 10 евро до 10 если берешь два размер мой то получается за 15 интересно да здесь все по 10 идите кстати очень уютненько на этой в этой кафедре и на этой площади так что надо пригласить подружек выпить там кофе я отнесла бумаги меня блин пумары сожрали там внизу хожу чешу все зашла в чайный магазин набрала себе смотрите во первых стевию взяла вот здесь 100 грамм взяла черный чай манго с манго кстати я его заварила надеюсь ночью сну ну потом тяпну чай такой который для сна просто очень захотелось попробовать этот манго вот этот чай тропикаль покупаю он обалденный просто просто нереально вкусный всегда его беру вот и там помимо чаев чай кофе потанцуем в общем там разные диетические продукты продаются потом разные в общем все для здорового питания как бы ну не все там ну есть кое-что и вот нашла желатин желатин такой вот ананасовый взяла и вот мусс какой-то она мне сказала продавщица говорит очень вкусный суперский без ну вы поняли да что вот я его сейчас забацаю наверное он делается в микроволновке здесь 49 грамм на одну порцию ой 49 килокалорий на одну порцию это ну вы поняли короче ну вы меня догадали вы вы поняли потому что мне язык уже не ворочается вот что хочу сказать сейчас я это замучу или замучу два пакетика там я не знаю сколько это что стоит но за все отдала 15 евро ну в общем если чай то хороший настоящий чай он дорогой но вы сами об этом знаете блин а еще у чарли закончилась еда но сегодня он поел вот так что вот так буду пить чай делать этот желатин а муж попробовал мой торт и говорит такая закрывает че за фигня такая невкусная а ему знаете когда вам сладко ему ищу ему не сладко ему надо еще больше сладости а там естественно не захороним ничего он я говорю так это не для тебя вон тебе я флан сделал он говорит я его только потом увидел тортик хотела пробовать хрена тебе так что вот так не оценил он мой торт но мне он идет только так он такой нежный я представляю что это медовик ладно друзья вот такой вот у нас день пишем с вами комментарии и всего самого лучшего всем пока пока кстати на ужин у меня вот этот вот чай я жила я шесть часов желатинку съела только вкусно сейчас вот это еще за бац